Уральский иван-чай покорил сердца гостей из Индии. Они даже планируют организовать его экспорт. Напиток, который так понравился иностранцам, приготовили из растений, собранных в том числе под Первоуральском. Сверху у него цветочки, такие розовато-сиреневые, и длинные листья. Вот листья в основном и собирают. Елена собирает иван-чай каждое лето, третий год подряд, с тех пор, как прочитала о целебных свойствах растения. Напиток из него и тонизирует, и успокаивает нервы. Собранные листья она вялит 12 часов в тени, а затем скручивает и высушивает в духовке. Они легко отламываются, их можно уже насыпать в чайничек и готовить вкусный чай. С Еленой согласны иностранные дегустаторы. Индийские предприниматели заинтересовались уральским бизнесом недавно. Делегаты планируют импортировать иван-чай к себе на родину. Чтобы проверить качество будущего товара, приехали в Свердловскую область, где его производят, начиная от сбора урожая до упаковки. В Индии такой чай рассматривается как премиум-сегмент. Это натуральный чай, и сейчас нужно принять решение о хорошем маркетингом развитии. Изготовление иван-чая – занятие сезонное. Производство уральские предприниматели начинают в июле, заканчивают в августе. Траву рабочие собирают с полей Свердловской области в экологически чистых районах – Режевской, Покровский, Махнёвский, Верхотурский. В день здесь обрабатывают до 3,5 тонн кустов. За лето – 100 тонн. Этот чай, который мы привезли ещё со вчерашнего дня, он находится на специальном, так называемом, хранении. Эта технология связана с тем, что влага, которая есть в чайном материале, она при динамическом вращении исчезает. Так нужно, потому что самое главное в чае – это процесс завяливания. Иван-чай упоминается ещё в хрониках XII века. На экспорт он шёл не хуже мехов и золота. Известно, что напиток был неотъемлемой частью быта русских воинов. В наши дни Иван-чай не утратил популярности. Напиток продвигают на государственном уровне. У нас в структуре фонда есть Центр поддержки экспорта, структурное подразделение фонда. То есть оно призвано как раз сопровождать и продвигать различные компании, как экспортные, так и экспортно-ориентированные на различные рынки. То есть экспортный центр занимается консультированием, подготовкой, обучением для субъектов малосреднего предпринимательства. Пока за чашечкой чая представители иностранной делегации обсуждают вопросы о дальнейшем сотрудничестве. Но скоро, уверены свердловские предприниматели, их Иван-чай покорит сердца жителей Индии. Елена Стрелецкая, Алексей Вербицкий. Новости. Первоуральск. Новости. Первоуральск.